Будь проклят тот день, когда я сел за варанку у этого пылесоса! Чтобы автомобильная езда приносила исключительно удовольствие, главное вовремя переобуться, а точнее поменять шины. Балансировка тоже не будет лишней. Дисбаланс выравниваем, чтобы был равномерный износ резины. Если будет неправильная балансировка или ее вообще не будет, или даже кривой диск, то износ резины будет неравномерный. Но чтобы переобуться, придется постоять в очереди. Например, в этой шиномонтажной мастерской Коголыма каждый день до 30 желающих. Специалисты не только заменят резину, но и внимательно отнесутся к деталям, о которых владелец может не знать. Если стертый шип, мы говорим клиенту, что у нас есть дошиповка. Мы занимаемся дошиповкой. Если клиент говорит, что нужно дошиповать, мы дошиповываем. Опять же, это зависит от резины. Если старая резина или выработка уже, можно туда поставить шип, нельзя шип поставить. Это все тоже смотрится, проверяется. Но не только мужчины могут мастерски справляться с ремонтом и обслуживанием авто. Женщины тоже стараются им не уступать. Например, Виолетта Катышева учится на третьем курсе уральского политехнического колледжа по специальности механик-автослесарь. Если дело касается тяжестей, одногруппники помогают. В остальном студентка делает все то же самое, что и парни. Например, с легкостью меняет летнюю резину на зимнюю. Я хочу закончить колледж и открыть свое ствол. Для этого я поеду дальше учиться на юриста. Я разбираюсь в машинах не хуже, чем мальчики. То есть, на «ты» к ним отношусь. То есть, мне будет комфортно самой отремонтировать свою машину, что я буду знать, что она отремонтирована хорошо. И то, что не будет никаких проблем потом в дальнейшем. Но даже те, кто умеют ремонтировать и обслуживать автомобиль самостоятельно, не всегда берутся за замену колес. Как, например, Константин Цыганенко. Мужчина трепетно готовит свой транспорт к зиме. Проводит технический осмотр автомобиля. Проверяют уровень масла в двигателе, тормозную и охлаждающую жидкости. Клеммы аккумулятора и надежность его крепления. Но летняя резина так и останется без внимания. Менять ее на зимнюю у Константина нет необходимости. Шипы, как таковые, роли большой не играют. Ни в рыхлом снегу, ни в рыхлом песке, соответственно. Поэтому для езды по трассам, которые действительно бывают утрамбованы, скользкие, существует другой автомобиль. Он, естественно, на зимней резине, с шипами, как положено. А Нива у меня используется для езды там, где шипы бесполезны. Поэтому смысла в этом особого я не вижу. Но если вдруг зимой все-таки захочется прокатиться по городским дорогам, то велика вероятность угодить в ДТП или стать объектом внимания госавтоинспекторов, которые тщательно следят за соблюдением требований. А перед началом скользкого сезона еще и напоминают о своевременной замене шин. Кстати, зимой обязательно не только наличие шипованной резины, но и специальной наклейки на заднем стекле в виде треугольника с буквой «Ш». В 2017 году введен штраф водителям, управляющим транспортным средством, на зимних колесах без соответствующего указателя. С наступлением неблагоприятных погодных условий водителям необходимо своевременно заменить летние шины на зимние, специально разработанные для эксплуатации в холодный период времени, позволяющие обеспечить удобное, наиболее эффективное управление транспортным средством. Пользоваться услугами мастерской или менять резину без посторонней помощи водители решают сами. Главное сделать это вовремя, чтобы зимний сезон обошелся без неприятностей на дорогах. Анна Корязина, Михаил Суханов, специально для Новостей.